По словам врачей, такие обдуманные отказы от ребенка чаще делают молодые девушки, у которых первая беременность. Но это единицы. Статистика абортов неутешительна. Наша страна по показанию убийств нерожденных детей занимает одно из первых мест в мире. У нас уже идет наработка. Мы уже сравниваем прошлый год и этот год. И у нас довольно-таки хороший результат. В этом году за первые полугодия 94 женщины изменили свое решение и отказались от аборта. Как помочь женщине, которая стоит перед выбором – делать аборт или сохранить жизнь будущему ребенку? Сегодня для медиков и акушеров это одна из главных задач. Чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, в Рязани не так давно создан Центр психологической поддержки. В женских консультациях уже работают психологи, которые могут ответить на вопросы будущих мам, развеять сомнения и дать квалифицированные советы. Статистика показывает, что примерно 20% женщин после разговора с психологой меняют свое решение и отказываются от аборта. Допустим, если женщина говорит, вот у меня маленькая зарплата, там муж работает на одной работе. Так, хорошо, кем у вас муж работает? Тем-то, тем-то. А какой у него график? Вот там два через два. Ну, за два дня он может еще себе какую-то работу найти. Да, вы знаете, вот об этом я не подумала. Или, допустим, вот некому ребенка в школу водить. Вот я рожу сейчас второго, я уйду в декрет, а кто мне первый будет водить? И вот там через три дороги надо переводить. У вас есть бабушки? Есть. А почему бабушку не привлечь к этому? Вот находим такие вот пути решения из данной ситуации. В принципе, вот одна женщина приходит и говорит, а вы знаете, вот как говорили, так все и случилось. Вот я маме позвонила, мама прям такая радостная, согласилась водить ребенка в школу муж. Да, говорит, конечно, найдем вторую работу, там третью. Родственники какие-то помогают, друзья, знакомые. В принципе, проблема она и не проблема уже начинает получаться. Психолог Ольга Василевская помогает решать душевные проблемы беременным женщинам. Хотя сама врач утверждает, что не отговаривает от аборта, а просто помогает принять нужное решение. Все общество должно наконец-то прийти к пониманию пагубности аборта. Не только для физического, духовного и душевного здоровья одной отдельно взятой женщины, но и всего нашего общества. И если мы к этому придем, то тогда должен быть выработан абсолютно мирный, а не шашками размахивательный механизм того, как нужно общество подготовить к тому, чтобы аборты в нашей стране больше не делались. Территорию 8-й городской больницы уже несколько лет украшает аллеи спасенных жизней. Сюда приходят мамы, которые когда-то стояли перед выбором, оставлять ребенком или нет. Вместе с врачами они сажают деревья, кусты или цветы. Начало традиции положено в 2010 году. Каждое посаженное деревце или кустарник символизирует спасенную жизнь, когда-то будущего, а теперь уже счастливого малыша. Но все равно всегда существовал определенный процент женщин, которые шли на аборт, которые проживали беременность. Несмотря на все государственные или какие меры профилактики этого, всегда будут женщины, которые относятся безответственно к своему здоровью, которые не считают беременность, внутриутробный плод живым человеком и которые распоряжаются им как какой-то вещью. Все чаще психологам приходится сталкиваться с последствиями аборта, так называемым постабортным синдромом. Он возникает из-за чувства вины, которую вначале женщина и не испытывает. Аборт лишает, и она, тем, что она совершает аборт, она лишает этого будущего, ну, ребенка, она лишает возможности его просто жить. То есть, по сути, это лишение права на жизнь. Я считаю, что это неправомерно. В каком плане? Ну, потому что надо об этом думать раньше, изначально. Это, конечно, неправильно, но запрет ничем не поможет. Он только обострит ситуацию в здравоохранении и приведет к росту подпольных услуг. Неравнодушие врачей, представителей церкви и общества к судьбе беременной женщины уже привело к значительному сокращению числа абортов. Возможно, скоро наше общество придет к единому знаменателю и осознает потребность в нации в отказе от абортов. На это потребуется, возможно, не один год, чтобы миллионы женщин осознали радость материнства. Анна Герцовская, Алена Куколева, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».